Четыре месяца организаторы работали над созданием этой выставки. Теперь дело за малым. Повесить афишу, решить несколько нюансов по освещению. Экспозиция расположилась в трех залах, где представлены истории известных купеческих династий и их подлинные вещи. Выставка рассказывает о предреволюционной истории купечества, как это все переломилось в 1917 году. По большому счету, это некий трагический переход в истории России. Позволяющий сделать какие-то определенные выводы и для нашего времени. Рябушинские, Мамонтово, Морозово, Бахрушин, они не только приумножали собственный капитал, но и активно занимались общественной деятельностью. Среди фотографий и грамот можно увидеть и вовсе уникальные экспонаты. Дорожный саквояж, женская пальто-ротонда, а еще уникальный портрет предпринимателя Василия Кокарева, написанный в первой половине 19-го столетия неизвестным художником. Не меньше интересных экспонатов представлено и во втором зале выставки. Во втором зале мы с вами попадаем в так называемую конторку предпринимателя, то есть так называемый рабочий кабинет. Мы видим обстановку, в которой он работал ежедневно, то есть мы можем видеть на рабочем столе счета по закупке тех же тканей. Сами ткани, которые готовы уже для передачи в магазины, для продажи в магазины в Петербург или Москву. Главный идейный вдохновитель выставки Надежда Быстрова готова часами рассказывать об интересных судьбах купеческих династий. Тему это она выбрала не случайно, ведь 2017 год – год столетнего юбилея революции. Можно сказать, знаковый для исторической памяти. Третий зал выставки как раз посвящен социальному взрыву 1917 года. Мы с вами сразу обращаем внимание на то, что здесь все решено в категорически другой цветовой гамме. Преобладают красные революционные цвета. И здесь, конечно, стоит обратить внимание на потрясающую коллекцию плакатов 1917 года, которые нам предоставили Государственное социальное музей современной истории России. Плакаты разных политических партий. Это и красный плакат, и белый плакат, агитационный плакат. Здесь уже получается такая иллюзия на резкий переход от богатой обстановки дворцов, усадеб, богатых квартир к такой аскетичной обстановке, уже нам более знакомой по советскому периоду, по музеям советской истории. Как раз имитация на красное сукно, красный скат, сердце, аскетичный стул кожаный, зеленая лампа и пишущая машинка, на которой, собственно, этот декрет и, можно сказать, был напечатан и издан. Окунуться в атмосферу начала 20 века и познакомиться с интересными историческими фактами в полной мере поможет эта выставка. Ее открытие состоится 15 июля. Посетить экспозицию можно с 14 часов.